Тема энергетики не теряет актуальности. Возможное повышение тарифов за электроэнергию непосредственно коснется населения страны. Именно поэтому депутаты решили обсудить этот вопрос на заседании Комитета по здравоохранению и социальной политике. Социальный комитет, я думаю, касается напрямую. Это проблема. Озвучивались, презентовались возможные повышения тарифов, которые напрямую касаются жизни наших граждан, их благосостояния. Поэтому у нас, даже у нашего комитета, есть вопрос, как мы будем повышать тарифы, насколько мы будем, по какому плану, по какому графику. Депутатам был представлен законопроект о стратегических объектах Абхазии. Настоящий закон устанавливает правовые основы определения регулирования стратегических объектов в целях обеспечения национальной безопасности республики, считает Алхаз Женжолия. Он зачитал статьи документа. Хочу сразу сказать, тот, кто поинтересуется, вот этот перечень, даже он сокращен значительно, входит в закон о приватизации. Там перечислен, я понимаю, что это звучит как масло масляное, но ситуация требует дополнительного выставления барьеров. Что могу сказать, конкретно внесены сюда формулировки, касающиеся энергокомплекса Ингургес, являющийся, все уже, наверное, знают, всем и стали энергетиками, единым комплексом, который не позволяет расчленения и предусмотрения в голове одной формы, собственно говоря, на хвосте другой. Председатель комитета Алхаз Женжолия говорит, что обеспокоенность вызвана значительным и неконтролируемым ростом потребления электроэнергии. Продолжаются веерные отключения. По мнению Дженжолия, необходимо срочно принять меры. В связи с этим парламент рекомендует президенту Абхазии совместно с Кабинетом министров и Уполномоченным Центральным Органом Управления в сфере энергетики в 10-дневный срок представить в Народное Собрание стратегию развития энергетической отрасли и план оперативных мер по экстренному выходу из кризиса. Регулярно озвучиваем руководством республики иными должностными лицами настойчивые предложения по привлечению в отрасль иностранных инвестиций как единственного возможного выхода из энергокризиса путем снятия парламентом законодательных ограничений закономерно повлечет переход государственной формы собственности стратегически важных объектов энергосистемы в частную, что является ничем иным, как попыткой лишения народа Абхазии основ энергетической и экономической безопасности страны. Проблему энергокризиса нужно решать совместными усилиями, считают депутаты. Только тогда будет плодотворный результат. Я, например, не разделяю предложений определенных объединений и организаций по отставке руководства страны в связи с энергокризисом. Это еще раз доказывает нашу направленность на конструктивное решение проблем именно в энергетике, а не в политике. Мы можем обратить внимание на проблему и дать рекомендации, однако принятие решения остается за руководством страны, говорит Валерий Агрба. Мы, предлагая какую-то меру, хотя бы смягчение предстоящих, которые уже очевидны, угрозы, которые связаны и с пандемией, и с энергетикой, мы всего лишь можем предложить обратиться и рекомендовать. Мы не можем утвердить тарифы, не можем никого обязать, ввести какой-то там масочный режим или ввести чрезвычайное положение. Все эти инструменты и методы все находятся в руках исполнительной власти. Данные проекты законов и рекомендации в сфере энергетики будут предоставлены для изучения всем членам Народного собрания Абхазии, после чего они будут рассмотрены парламентом на ближайшем заседании. Сима Аргуна, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.